В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Вот некоторые темы выпуска. Пульс света от Россети Северный Кавказ. Накануне завершился социально-образовательный проект по электробезопасности. Дагестан. Гимнасты, акробаты, жонглеры и канатоходцы. В Дагогнях уже много лет работает цирковая школа, которая выпустила не одно поколение настоящих. Борьба за почетные трофеи. Футболисты из Касавертовского района выиграли суперкубок Дагестана. Ветеранам Великой Отечественной войны Калерии Казаковой и Магомеду Кудаеву присвоено звание почетных граждан Махачкалы. На праздник в честь 97-летия со дня рождения Калерии Александровны Казаковой прибыл мэр столицы Салман-Дадаев. Калерия Александровна родилась в Астрахани. В 18 лет она получила направление в войсковую часть Медсанбата. Победу встретила на Украине. В 2005 году приехала с семьей в Махачкалу, где живет по сей день и принимает активное участие в общественной жизни города, за что и удостоена почетного звания. В благодарность за ваш вклад в дело победы и мирное небо над нашей головой и в честь вашего дня рождения позвольте мне вам вручить удостоверяющие знаки удостоверения, значок, непосредственно сам титул, а присвоение вам звания почетного гражданина города Махачкалы. Цветы, подарки и нагрудный знак гражданин Махачкалы вручил глава города и Магомеду Магомедовичу Кудаеву. Ветеран отпраздновал 99-й день рождения. Он родился в селении Вильтах Лакского района, откуда и был направлен на фронт. Под конец войны Кудаев был назначен командиром отделения кабельно-шестовой роты 996-го отдельного батальона 96-го стрелкового корпуса. Поздравили ветеранов с новым званием также популярные исполнители дагестанской эстрады. Накануне в день охраны природы махачкалинцы присоединились к международной акции «Чистые берега Евразии». В рамках акции волонтеры и активисты вышли на уборку прибрежных территорий. Мероприятия по уборке мусора проходили на пляже Березка, Лунный берег и на городском пляже, а также на берегу озера Агюль. По итогам дня с береговой зоны собрано и вывезено несколько машин мусора. Участники акции призвали горожан и гостей Махачкалы относиться бережно к природе и не оставлять после отдыха мусор. Накануне завершился социально-образовательный проект по электробезопасности. Такая акция стартовала в Международный день защиты детей во всех регионах Северокавказского федерального округа и сопровождалась онлайн-трансляцией в социальных сетях. Что она собой представляла, расскажет Алина Багилова. Нельзя разжигать костры, складывать дрова, солому и другие легковоспламеняющиеся предметы под воздушными линиями электропередачи, а еще набрасывать проволоку, веревки и другие предметы на провода. С таких рекомендаций начали обращение к школьникам специалисты Россетей. Мы хотели бы сегодня не только рассказать, как предостеречь себя от появления электротравмы, но и рассказать, как правильно действовать, если все-таки произошла чрезвычайная ситуация, что нужно делать и как грамотно оказать помощь не только себе, но и пострадавшим. Специалисты также объяснили, что территория трансформаторных подстанций – это не место для прогулок. Многочисленные провода могут вызвать неучешительные последствия вплоть до летального исхода. Самое опасное для жизни – на улице везде находятся провода, трансформаторные подстанции и так далее. В случае того, что где-то вы увидели обрыв провода или провис провода, ни в коем случае нельзя подходить к этому. 8-10 метров – это защитное расстояние, на котором вы должны находиться от этих проводов. В практической части ребятам показали, как правильно оказать первую медицинскую помощь пострадавшему от удара электрическим толком, а затем каждый желающий смог попробовать себя в роли спасателя, испытав на себе всю сложность и ответственность реанимационного процесса. В первую очередь мы должны освободить грудную клетку пострадавшего. Если есть какие-то дополнительные травматизирующие факторы, вот как на прекрасной девушке цепочка, какие-то бусы, украшения, мы их также отодвигаем, чтобы они не мешали проведению наших компрессий. В завершении мероприятия специалисты вручили всем участникам памятки электробезопасности и дипломы. Всего слушателями жизненно важного занятия в Дагестане стали 40 школьников и более 140 пользователей социальных сетей. Патимат Ханапова, Алина Багилова, Новости ННТ. Гимнасты, акробаты, жонглеры и канатоходцы. Уже около полувека их готовят в единственной на Северном Кавказе школе циркового искусства в дагестанских огнях. Она выпустила более 4 тысяч артистов. Как работает учебное заведение и за что его любят дети узнавала Наталья Ханбабаева. В небольшом городе Дагестанские огни работает уникальная для республики школа – цирковая. Все занятия здесь бесплатные, а желающих обучиться цирковому искусству много. Сейчас здесь учатся более 200 детей, и у каждого ученика есть любимые номера. На дисковом столе я очень много раз выступала. Сначала я стою на локтях на столе, потом иду на пол и там стою на локтях. Дальше я открываю стол и кручусь на нем на животе, и потом делаю змейку. А самое сложное, что тебе давалось сложнее всего? Мне давался канат. Сложный, да? Да. Почему? Потому что, когда на него залежаешь, очень сильно болят руки, и когда крутят, иногда бывает страшно. Некоторых учеников привозят на занятия из соседних городов и поселков. В этом году руководство школы открыло подготовительный класс, куда берут детей с пяти лет. По словам директора, неталантливых учеников не бывает. Однако важно, чтобы ребенок проявлял трудолюбие. Желающих заниматься цирковым искусством очень много. В настоящее время у нас обучается около 200 детей, но не все они попадают на сцену. Нужно иметь все-таки какие-то особые данные. Если гимнастика, то это гибкость. Если канат, то обязательно не должно быть страха высоты. Если такими способностями обладают они, то, конечно же, если к этому приложить еще и трудолюбие, и обязательно добудутся успеха. Про цирк можно сказать, что это место, где дети учатся преодолевать свои страхи. Если ребенок боится высоты, его не заставляют ходить по канату. Однако возможность рискнуть и испытать себя есть у каждого. Я даже вообще испугался делать. Я просто схватился за канат и вот так пошел. Не получилось. Просто держал, нечаянно отпустил и ровно встал. И пошел уже, не стал согинаться. Смотрю, получилось. Совсем не страшно. Но потом я уже начал ходить и вообще на выступление, когда я даже иду, не готовлюсь перед этим номером. Я уже не знаю, что я его смогу. На сегодняшний день в Дагестане есть цирковая школа, оснащенная всем необходимым для постановки номеров. Но самое важное, что есть люди, любящие цирковое искусство. Однако в республике нет собственного цирка, где выпускники могли бы в дальнейшем работать. Возможно, что в скором будущем идея его строительства станет реальностью. И мы увидим яркие выступления выпускников школы. Наталья Ханбабаева, Магомед Магомедов, Паризат Сирожудинова. Новости ННТ. Дагестанские огни. Ночные волки поздравили сотрудников МВД Дагестана с Днем образования российской полиции. 5 июня дагестанские стражи порядка отметили 303-ю годовщину. По случаю праздника байкера клуба «Ночные волки» проехали колонны мотоциклов по центральным улицам столицы. У здания МВД совместно с министром внутренних дел Абдурашидом Магомедовым отдали дань памяти погибшим при исполнении. Возложили цветы к мемориалу, на котором увековечены имена погибших полицейских. Затем в сопровождении сотрудников госавтоинспекции 40 мотоциклистов отправились в Южный Дагестан. В Дербенте Александр Залдостанов, известный под псевдонимом «Хирург», совместно с главой города Рустамбеком Пермагомедовым, возложили цветы к мемориалу «Скорбящая мать» и приняли участие в торжественном митинге у памятника 345-й дагестанской стрелковой дивизии. Спасибо вам огромное за ваше гостеприимство, за вашу радушность. Я вряд ли забуду это свое посещение Кавказа. Спасибо, Дагестан! А в Хунзахском районе планируется создать природный парк и построить детский сад. Председатель правительства Абдулпатах Амирханов посетил ряд социально значимых объектов и побеседовал с местными жителями о ключевых проблемах. В рамках республиканской инвестиционной программы будет проработан вопрос строительства модульного детского сада на 200 мест. Отдельное поручение дано Министерству по туризму и Народным художественным промыслам Дагестана. Предложено рассмотреть вопрос реабилитации Гацатлинского художественного комбината с точки зрения туристической привлекательности. Помимо этого, в районе села Мушушли планируется создать природный парк. Осталось меньше двух месяцев до старта Всероссийского конкурса по книге «Благонравие праведников». Ее автором является муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди. Первый этап пройдет 1 августа по месту проживания. Участие в нем могут принять все желающие, независимо от возраста, пола и вероисповедания. Также подготовят специальные места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Задания в конкурсе будут как тестовые, так и письменные. Организаторы предполагают охватить более 15 тысяч человек. Данная книга была не случайна. Мы получали в течение нескольких трех, четырех, даже пяти лет последних положительные отзывы. Люди очень хорошо отзывались об этой книге. И многие говорят, что подобной книги нет, такой содержательной, которая так необходима нашему обществу. И именно поэтому мы по этой книге проводим данный конкурс. Целью данного конкурса является облагораживание нравов, чтобы тем самым улучшить наше общество, чтобы наши отношения друг к другу стали лучше. Лучший знаток книги «Благонравие праведников» получит каркас квартиры в Махачкале. Всего будет 18 ценных призов. Подготовиться необходимо по книге 2018 года издания и выше. За более подробной информацией вы можете обратиться по указанному номеру. Организаторы уверены, каждый, прочитавший эту книгу, уже является победителем. У дагестанских животноводов в разгаре перегон скота на летнее пастбище. Более 6 тысяч голов горной породы овец успешно перезимовали на зимних пастбищах и теперь возвращаются в село Тануси Хунзахского района. По словам сотрудников Минсельхоза, окот в хозяйстве также прошел успешно. Удалось сохранить более 90% молодняка. Животные в настоящее время уже прошли вакцинацию, процедуры стрижки и кубки. Как правило, перегон занимает около 12 дней. Идет очередной перегон овец. Как вы видите, зимовка у нас прошла удачно, без потери по голове. Было даже возможность помочь некоторым хозяйствам, отношения с целью и то другое. Футболисты из Хасавюртовского района выиграли суперкубок Дагестана. Матч против команды из Хасавюрта проходил в Махачкале на стадионе имени Елены Сымбаевой. Встреча за почетный трофей знаменовала открытие нового футбольного сезона. Тему продолжит. Курбан Рагимов. Обладатель Кубка Дагестана против победителя регулярного чемпионата. Очередное северное дерби вызвало интерес среди болельщиков и специалистов. Футболисты из Хасавюртовского района открыли счет на 14-й минуте. Форвард Мухаммад Мусаев головой замкнул передачу Шамиля Гаджимагамедова. Гаджимагамедов, дубль два, удар, забивают! Попытки номинальных хозяев быстро сравнять счет не увенчались успехом, тогда как во втором тайме футболисты в оранжевой форме забили свой второй мяч. Вновь отличился Мусаев. Мусаев выиграл мяч, Мусаев удар и блестящий гол! После команды еще и имели попытки для взятия ворот, но до стопроцентных моментов дело во второй половине так и не дошло. 0-2 победа коллектива из Хасавюртовского района. Не такая сложная игра, по сути, была, как обычно с Хасавюртом у нас бывает, но я вам скажу, ребята бились до конца и наши, и их. Видно было на поле, что присутствует атмосфера такая, что играют две команды городские, ну, с одного района. Этот матч был призван дать начало новому сезону. Первый тур чемпионата Дагестана стартует в ближайшие выходные 12 июня. Организаторы заявляют, с этого года внимание к турниру будет повышенное. У нас есть поручение главы республики, желание главы республики заниматься не только профессиональным футболом, а именно уровнем чемпионата республики, поднимать уровень. Потому, наверное, мы будем стремиться, чтобы футбол был в каждом селе, в каждом городе, районе. Это наша основная задача, не только профессиональный футбол, скажу еще раз. И, естественно, это будет идти попутно со всеми нашими направлениями и развитие всех видов футбола. Чемпионат Дагестана – это основа основ. Вообще чемпионат в каждом из регионов. Дальше как строится, да? Дальше существует третья лига ЮФО и СКФО. После идет вторая уже профессиональная лига, ФНЛ и высшая лига. Должна какая-то быть структура. Поэтому у нас в республике есть уже три команды, выступающие в ПФЛ. Поэтому сегодня Дагестан может стать именно почвой и подготовкой игроков для наших ведущих команд. Сегодня во второй лиге, но завтра у нас команда амбициозная. И, иншалла, это может быть и ФНЛ, и премьер-лига. Памятные медали и трофей победителям вручил заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев. Лучшим игроком матча признали автора дубля Мухаммада Мусаева. В церемонии награждения участвовали представители Минспорта и Федерации футбола Республики. Курбан Рагимов, Дауд Гасанов, Хадижат Гамидова, телеканал ННТ, Махачкала. И о спорте. Боксер-муслим Гаджи Магомедов завоевал олимпийскую лицензию. Квалификационный турнир в эти дни проходит во Франции. Чтобы гарантировать себе участие на Олимпиаде, Гаджи Магомедову необходимо было выйти в полуфинал турнира. Дагестанский спортсмен с этой задачей справился, выиграв сначала у француза Вильфрида Флорентина, а затем в четвертьфинале у Азиза Мухедина из Италии. Напомним, что муслим Гаджи Магомедов выступает в весе до 91 килограмма. Он является трехкратным чемпионом России, победителем Евроигр и чемпионом мира. Ранее олимпийскую лицензию в боксе завоевала Земфира Магомедалиева, а также еще один дагестанец Альберт Батыргазиев, проживающий в Ханты-Мансийском автономном округе. Готовы к труду и обороне в Махачкале подведены итоги регионального этапа фестиваля ГТО среди семейных команд. Мероприятие проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни». На стадион имени Елены Сымбаевой вышли семейные команды из разных уголков Дагестана. Возраст участников от 9 до 69 лет, в составе по 4 человека. Им предстояло проявить себя в беге, отжимании, подтягивании, в метании ядра и в поднимании туловища из положения лежа на спине. По итогам лучшей признана команда из Сергокалинского района. Победители выступят в финале Всероссийского семейного фестиваля, который пройдет с 8 по 12 июля в Ставрополе. Смотрите нас также на сайте nntv.ru. А у меня на этом все. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!